здравствуйте друзья вопрос такой задан что человек делает ремонт в доме ремонт может быть разного масштаба он может быть внутри что-то поделал может быть он пристроечку какую-то сделал может быть он у себя там на бык ярде не знаю там беседку поставил или там за асфальтировал забетонировал там дорожки проложил и что-то такое произошло со стоимостью вот этой недвижимости значит вопрос такой если владелец недвижимости платит налог на собственность который составляет там ну не знаю по-разному да там процент там вот мы здесь платим 1 и 2 процента где ты может быть и 200 два с половиной процента и так далее вот платит какой-то процент значит каким образом ему увеличивают вот этот процент не процент но сумму с которой он платит если он сделал какие-то изменения своей недвижимости у нас тут называется импровмент как бы усовершенствовал и как это происходит все значит дело в том что когда вы делаете какую-то там достройку пристройку вы должны пойти в сити в мэрию и там взять пермит разрешение на то строительство которое вы делаете это бывает over the counter пермит то есть пришел там тебе глянули и подписали это бывает такое что требует некоторые экспертизы и может там некоторое время занять по-разному от от масштабов строительства соответственно когда пермит выписан то как по окончанию строительства значит власти городские приходят и принимают они они могут и в процессе вот допустим вот мы недавно пристроечку наш устроили я показывал весь процесс значит там они в процессе тоже приходят принимают и электрику и значит сантехнические работы там и по фундаменту короче происходит финальная приемка когда происходит финальная приемка соответственно сити извещает это уже к на уровне каунте графство так если дословно переводить значит сети извещает каунте и в каунте есть такая организация называется каунте асессор офис и вот этот значит офис этого асессора они оценивают они принципе оценивают по чертежам то есть не то чтобы там надо обязательно прийти было посмотреть вот они по чертежам смотрят и говорят ну хорошо значит у тебя мы оцениваем то что ты наделал допустим еще там на 25 тысяч это может стоить вам как владельцу может быть вам стоит и 125 но они так скромненько вам добавляют у них нет задачи чтобы разозлились или обиделись и стали к ним там как-то гнусно относиться вот у них такого нету то есть они они очень-очень скромненько но по правилам тоже то есть не то что вот они там лично вы им понравились там не знаю тем что глаза голубые они вам скидку сделали какую-то да в общем они прикидывают могут прийти в зависимости от масштаба в этом строительство могут прийти посмотреть так окинуть взором я хочу сказать что столько сколько мы делали всякие там достройки пристройки у нас никогда не было ощущение такого что нас зацепили обидели несправедливо с нами поступили там и и так далее но то есть конечно никто не хочет больше платить но когда ты понимаешь что они могли с тебя совершенно спокойно взять там вдвое больше в разнице да ты понимаешь что в общем ребят свои они тебя не обижают и в общем все по-честному можно сказать так в твою сторону округлили я понимаю так сказать ход мысли многих людей которые скат слушает так а можно не брать пермит строй себе на здоровье и никто и не узнает никогда и надо сказать что этот ход мысли близок многим людям они без всякого перми то пристраивают комнаты и там бог знает чего но тут есть тонкость одна тонкой состоять в том что есть соседи и и соседи как бы не надо чтобы все сразу на тебя написали кляуза достаточно одного вот и соседи значит видят что не вывешен пермит а когда идет строительство пермит вывешивается прямо на окно или там на дверь и все люди которые мимо идут все видят что идет строй стройкой стройка идет с разрешения официально может быть ему шум не нравится или там ему не нравится что может быть это пыльно хотя это здесь минимально присутствует но тем не менее его может что-то не нравится вот а а там пермит ну что теперь делать на стерпишь вот а если перми то нет значит звонишь в сети и говоришь а что у нас тут беспредел какой-то или это все официально вот и вот тут начинается очень неприятный момент если ты строишь и к тебе пришли а у тебя перми то нету это гораздо хуже чем например сразу пойти и получить перми есть люди которые как-то умудряются сами там потихонечку знаете есть рукастые такие тут там до досочку прибил там гвоздик значит там шурупчик там еще что-то так по-тихому и никто вроде и не видел и не слышал то есть когда вы покупаете жилье там часто есть такой разговор там это что за дом там три бедрума ну то есть четыре но один без перми то там когда-то построили там гараж без перми то что-нибудь там без перми то и так далее то это часто очень часто присутствует но сейчас такое время что вот вот прям сейчас что без перми то сложно реализовать вот то есть места которые были когда-то дешевыми стали очень дорогими соответственно соседи стали более бдительными люди стали менее рукастыми они зарабатывают на совершенно других фронтах поэтому в общем-то лучше лучше иметь пермит кроме того когда ты начинаешь продавать что-то и у тебя там что-то без перми то это соответственно не так здорово как если пермит есть вот представьте себе вы приходите и говорите вот у меня там четыре спальни а люди смотрят документ а документ из каунти да из этого же офиса то и там по документам у тебя три они говорят где-то 4 ты говоришь но у меня четвертый пристроен без перми то поэтому его по документам нету и я вас уверяю что цен цена которая вам предложат за что-то без перми то будет меньше чем цена за то что у вас совершенно официально присутствует там документах и так далее теоретически если у человека что-то построено без перми то к нему могут прийти и потребовать чтобы он разрушил это просто разрушил это может быть очень небезобидно кстати вот почему пермит все-таки лучше взять поэтому так вот так жизнь устроена значит да есть механизм механизм работает все путем счастливо